Приветствую вас, если позволите, я начну с конца вашего сообщения и немножечко продолжу вашу мысль относительно того, что при составлении списка своих достоинств вы сразу вспоминали о том, кем, кем и когда оно было обесценено или застоплено. Если вы помните это, то, наверное, вы вспомните и то, для чего понадобилось. Расстаптывать ваши достоинства, для чего понадобилось их уничтожать людям. А теперь, теперь внимание, вопрос. Как вы думаете, растаптывая ваши достоинства, говоря вам о том, что вы плохая, что вы неправильная, не такая и так далее, и так далее, и так далее. Человек, какую цель преследует? Вы можете сказать, ну, как, как уж. Он преследует цель меня унизить. Хорошо. Он преследует цель вас унизить. Допустим. Допустим. Но зачем? Зачем? Зачем им вас унижать? Подумайтесь об этом. Для чего людям вас унижать? Какой целью они это делают? Подумайтесь ответить себе также и на такой вопрос. А будут ли они это делать? Будут ли вас унижать, если у человека все в порядке? Станет ли кто-нибудь унижать другого, если у него самого есть гармония, душевное спокойствие и так далее? Попробуйте подумать на эту тему. Попробуйте подумать, какие характеристики могут быть у людей, которые унижают других, принижают других и так далее. Счастливые ли это люди? Какие у них могут быть проблемы? Получают ли они удовольствие от того, что, например, делают? Ответ – да, получают. Но подумайте, почему человек получает удовольствие от того, что он делает? Почему человек получает удовольствие именно от этого? Вот об этом я и предлагаю вам подумать, вам подумать. Далее. Значит, вы говорите о том, что, значит, вы вставляли спичек своих положительных качеств на бумаге, и помните, как оно было кем-то растоплено. Слово «самооценка» происходит от «само» и «ценить», то есть «я ценю сам», «я сам себя ценю». Так почему же вы ставите свою самооценку в зависимость от других людей? Скажите, какая это самооценка? Да, получается, оценка других людей, но не самооценка, а самооценка, где ответ у ваших родителей. Ваши родители не приучили вас ценить и любить себя. Именно с них, с самых близких людей у человека начинается восприятие себя. Соответственно, нужно подумать, почему родители вас не любили или вас не ценили и так далее. Просто подумайте, связано ли это было с вами, должно ли было быть это связано с вами или нет. Иными словами, основная претензия родителей в том, что ребенок не делает то, что нужно. Ребенок не такой, ребенок не слушает и так далее, и так далее. Вопрос. А должен ли ребенок слушать? Должен ли ребенок быть тем, кем хотят его видеть родители? Или он должен быть с собой? Если родители не принимают его таким, какой он есть, а пытаются поменять, то чья это проблема? А если человек обесценивает другого, то чья это проблема? И здесь мы подходим к вопросу ответственности. То есть, граница ответственности, которую вам нужно устанавливать и которую вы, к сожалению, не устанавливаете. Из-за чего? Из-за того, что ваши родители, опять же, ваши границы, скорее всего, не уважали. Как не уважали они и границы друг друга, скорее всего. Соответственно, здесь мы подходим к необходимости установить, где границы вашей ответственности, а где границы ответственности другого человека. И что зависит от вас и что зависит от другого? Может ли какой-либо человек, кто угодно, даже ваши родители, выносить оценивающее суждение тому, что вы делаете? Тому, что вы из себя представляете? Может ли человек оценивать другого? Говорить ему оценочными терминами? Нет. Можно оценивать деятельность человека на предмет эффективности и то в рамках определенной задачи, определенной деятельности и не более того. То есть, вынося оценочные суждения другим, человек совершает большую ошибку. Он судит других. Но в действительности судить других он не имеет права. Потому что он такой же человек. Подумайте об этом. Подумайте об этом. Имеют ли право другие судить? Имеют ли право другие выносить оценочные суждения? И почему вы, как я уже сказал, поставили в зависимость оценку самого себя от оценки других людей? Далее, если вы создавали список своих положительных качеств на бумаге, то, наверное, вы можете создать такой же список на том же листке бумаги только отрицательных качеств по вашему мнению. После этого, после того, как у вас будет список положительных и отрицательных качеств, постараться каждому качеству своему найти пару. То есть, есть отрицательные качества, есть положительные качества, и они как бы противоположны друг другу. То есть, если есть положительное качество, то должно быть у этого качества и обязательно негативное проявление. И когда у вас будет полная пара, то есть у каждого качества будет по своей паре, скажем так, подумайте, приятно ли вам осознавать, что у вас есть отрицательные проявления негативных качеств? Скорее всего, нет. Но почему? Потому-то вам говорили, что отрицательных качеств у человека быть не должно. Негативных проявлений у человека быть не должно. У вас должны быть только позитивные качества. Верно? И как думать, что вы, куда-то пытались воспитать? Верно? Почему люди, кто-то пытались воспитать? Вас пытались сделать как идеального человека, из вас пытались сделать идеального человека? Давайте подумаем теперь. А есть ли идеальные люди? Есть ли люди без отрицательных качеств? Я думаю, что нет. И как же эти люди без отрицательных качеств живут на свете? Они принимают свои качества, они принимают себя, потому что они понимают, что именно отрицательные качества делают человека человеком, но пытаются эти качества, принимая в себе, купировать. То есть что значит? Сделать их менее влияющими на собственную жизнь. Но не подавлять их полностью, не подавлять свои отрицательные качества, ибо они есть, были и будут. Это нормально. Ситуация заключается именно в том, чтобы перестать испытывать невротические переживания на предмет того, что у вас есть отрицательные качества. Именно в этом причина, что вы боитесь для кого-то быть глупой, для кого-то быть неграсивой и так далее. Но это нормально. Нормально для кого-то быть глупой. Нормально для кого-то быть неграсивой. Это не потому, что вы такая, а потому, что у человека, у человека свой собственный взгляд на эти вещи. И он, силу своих особенностей, считает, что его взгляд для него справедлив. Но никогда не нужно забывать, что его взгляд, его оценка, это только его взгляд и только его оценка. И ни в коем случае не характеризует вас как такому. А если человек настаивает на этой характеристике, значит, ему это для чего-то нужно. Значит, он что-то защищает. Агрессия, например, является довольно сложной реакцией. Судяствует о том, что человек, например, говорит о себе через другого. Или пытается обезопасить себя. Пытается восстановить связь с объектом, принадлежащим ему удовольствие. У агрессии есть целый ряд причин. И эти причины далеко не всегда нами осознаются. Так вот. После того, как у вас будет список всех пар качеств, Попробуйте подумать, а каким бы одним словом можно было бы назвать эти пары. Ну, например, например, искренность и вспыльчивость. Искренность – это положительная церковь, а вспыльчивость – отрицательная. Каким одним словом можно назвать эти две пары? Эмоциональность. Является ли эмоциональность плохой чертой? Нет. Является ли эмоциональность хорошей чертой? Нет. Эмоциональность – это просто черта характера. Вот. И абсолютно ко всем парам нужно будет придумать такие вот названия. Чтобы вы перестали окрашивать свои качества в положительные и в отрицательные. Потому что оценка всегда субъективна. А характеристика человека, его характерология объективна. Вот и получается, что одно вступает в противоречие другим. Понимаете? Нет плохих и хороших качеств. Есть только черты характера, которые оцениваются другими людьми, исходя из ситуации, их эмоционального состояния, их желаний, их потребностей и их мотивов. Но это ни в коем случае не говорит о том, что данная характеристика является справедливой для вас. Данное задание не будет эффективным, если вы, ну, скажем так, если вы не прочувствуете свои качества. Если вы не ощутите их, то есть не поймете, что вот это мое положительное качество. Это мое отрицательное качество, которое мне вредит. То есть отрицательные качества, это те, которые вам наносят вред. Которые, как бы, ну, не приносят вам пользы, да? И что вы можете сделать? А сделать вы можете только то, что вот негативные проявления будете просто принижать. Это часть вас, это ваша характеристика, это останется с вами. Именно это делает ваш человеком. Но нужно подумать о том, как сделать так, чтобы какие-то качества не приносили вам вреда. Чтобы они вам напечатали больше вашим специалистам, вашим взглядам, вашим целям и идеалам. Конечно, для того, чтобы изменить представление о себе, а превыслить ни раз, ни два, отмысливать эту концепцию. И самое главное, видеть блоки, которые стоят на пути к правильному пониманию себя. Для этого, для того, чтобы правильно себя понимать, нужно всего лишь постараться найти некие установки, которые заставляют вас думать о себе именно так. Вы же откуда-то взяли определенные взгляды на себя. Вы же откуда-то формировали определенные представления о себе. И, первоначально, это были представления о себе, формируемые у вас, вашими родителями. Вот на цикле с анализа этого. Как, почему они у вас формировали? Как и зачем они это вам внушали? Что ими двигал родители? Какую цель они преследовали? Какие были их мотивы? И были ли их мотивы созвучны вашему счастью? На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!